Еще в прошлом году в Санкт-Петербурге проходил второй международный конкурс хореографического искусства Art Premium Awards в рамках недели искусств Art Premium Week. На этом мероприятии международного уровня и значения нашу страну представили пенчане – образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Дарлинг». Тогда они выступили с танцевальной композицией «Власть времени», созданной баритмейстером Натальей Бобяк. Мы решили, что надо попробовать свои силы, не всегда же выступать только в нашем городе. И у нас специально для этого конкурса готовился номер «Власть времени». Мы решили поехать просто посмотреть другие коллективы, которые российские коллективы, как Россия, как у них эстрада, в каком сейчас направлении они больше работают, ну и попробовать свои силы. Так получилось для нас неожиданно, что мы в конкурсе хореографии, именно старшая группа с этим новым номером, специально шились костюмы для этого номера, взяли гран-при. Получение престижной премии Гран-при означало лишь одно – коллектив из Пинска получил право принять участие в галоконцерте премий Art Premium Awards на главной сцене Российской Федерации в Государственном Кремлевском дворце. К этому событию руководители «Дарлинга» решили подготовить особенную постановку, которая получила название «Восхождение». Мы решили себя попробовать немножко в другом плане. Мы взяли даже, наверное, помимо снова же этих поддержков, элементов гимнастики, здесь присутствовала и такая мягкая лексика. Ну, я думаю, что, наверное, у нас сейчас просмотров 17 тысяч. Я думаю, что раз мы так, наверное, заинтересовали людей, потому что столько просмотров, такой интерес сейчас к нам, не только у жителей нашего города, значит, наверное, у нас это получилось. И вот 13 января этого года ведущий шоу Андрей Малахов объявил о выходе коллектива из Пинска на сцену Кремлевского дворца. «Дарлинг, город Пинск, Республика Беларусь». Выступление на таком высоком уровне – это настоящее событие в жизни коллектива. На одну сцену с пинчанами, которые были единственными представителями не только Пинска, но и всей нашей страны, выходили звезды российской эстрады. Митя Фомин, Бедрос Киркоров, Виктория и Антон Макарские, М-бенд и другие. Мы понимали, что мы должны выступить не хорошо, наверное, а просто отлично, так, чтобы у зрителей не думали мы о чем этот танец, не смотрели, а вот там кто-то ошибся. Мы должны были выступить на одном дыхании, и чтобы больше нам никто не задавал вопросов. Мы весь любительский коллектив, да, и не совсем часто любительские коллективы покоряют такие сцены. И начинаешь себя уже сравнивать где-то, наверное, с более такими артистами профессионального уровня. Вы знаете, для нас это достижение, достижение очень большое. Мы понимаем, насколько мы подняли эту планку. Мы понимаем, как в дальнейшем нам будет очень сложно работать. Теперь нас оценивать по-другому будут зрители. Яркие эмоции и незабываемые впечатления остались и у самих участников коллектива «Дарлинг». Было очень страшно, что мы из такого маленького города, который там никто не знает, хотя там все из Москвы, из Питера. Мы единственные, которые представляли Республику Беларусь. И, конечно, очень переживали, когда нас почти объявили. Все так переживали, дергались, кто-то даже плакал. Но когда мы выступили, мы осознали то, что мы большие молодцы, на все получилось. Эмоции я сначала не испытывала, до того, как наступила на эту сцену. Ну и во время выступления тоже, потому что у меня руки, все, мне просто тряслось. Но когда мы уже станцевали, и когда Малахов вышел на сцену и объявил нас, что Дарлинг, Пинск, вот, к нам приехали, мы все были незабываемые. И когда просто пересматриваешь видео, тоже, ну, гордость берешь за свой город, за то, что вот мы себя так показали. Победой в Санкт-Петербурге и выступлением на сцене Кремлевского дворца в Москве образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Дарлинг» поднялся на определенную вершину, к которой другие будут только стремиться. Но пока коллектив продолжает трудиться. В апреле он отметит свой 15-летний юбилей новой концертной программой совместно с Пинским духовым оркестром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok